В администрации муниципалитета прошло совещание главы. В повестке экологическая ситуация в Звениграде, благоустройство парков и скверов, модернизация системы здравоохранения. Работы по исправлению ситуации на очистных сооружениях продолжаются. На объекте задействовано 15 рабочих и 3 единицы техники. В течение двух недель планируется завершить монтаж аэротенков. Аэротенки пришли в негодность. Сейчас они полностью демонтированы. На заднем плане пожаровые трубы находятся. Закуплены и поставлены материалы новой системы аэротенки. Первая аэротенка, первая линия монтируется в настоящий момент. Она способна перерабатывать 10 тысяч кубов сутки. Отключение второй звене не производится для того, чтобы не останавливать производственные процессы. На площадке регулярно распыляются специальные препараты, которые препятствуют распространению неприятного запаха. Все необходимые меры для борьбы с проблемой предприняты. Мы расторгли договор с предыдущей компанией. Это Звенигородский водоканал. Теперь полностью за эксплуатацию отвечает Одинцовская теплосеть. Мы уже установили два купола. Сегодня будет произведена настройка системы фильтрации под куполами, что тоже даст возможность сократить количество выбросов. И мы максимально сокращаем две недели. Об этом нужно сегодня договориться с подрядчиком. Продолжается модернизация системы здравоохранения. Качественную диагностику можно пройти не только в Москве, но и здесь, в Одинцовском округе. В медучреждениях работают только высококвалифицированные специалисты. Регулярно закупается новое современное оборудование. На настоящий момент мы имеем довольно-таки большой парк медицинского оборудования тяжелого. Это флюорографы 4 единицы, это маммографы 4 единицы, это КТ-аппарат 4 единицы уже смонтировано и пятая ожидается своего монтажа. Пока, к сожалению, всего один аппарат МРТ, рентген-аппарат 13 единиц и один географ. И тот же второй географ у нас уже одобрен в Минздраве Московской области, тоже, соответственно, до Нового года, до 31 декабря он будет тоже смонтирован в Звениграде. Кроме того, в 2022 году в медучреждениях округа добавилось 50 единиц легкого оборудования. Это ультразвуковые аппараты и другая медицинская техника. Активно идут ремонтные работы в объектах здравоохранения. В связи с новой волной коронавируса важно вовремя ревакцинироваться. Об этом напомнил главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.